Пацаны, 13% девчонок, это канал Михеев и Павлов, где мы втроем продолжаем разбираться в том билестрении, Артем. И вот интересный случай. Мы в городе Енисейск нашли Volkswagen Sirocco. Точнее, он сам нас нашел. Как мне кажется, одна из самых симпатичных тачек, если ты уж хочешь выглядеть как-то эпатажно в Енисейске, тем более, то это как раз тот выбор. Я рассматривал два раза тачку к приобретению. Да? Да, я... Ну, это когда я мечтал, когда еще можно было. Я смотрел Opel Astra GT и вот эту. Мне очень нравится. Ну, эпично же выглядит, сразу понятно, да? Но здесь не все так просто. Я вижу, что она покрашена, у нас тут еще диски, да все моменты. И самое интересное, как мы все вчетвером поедем на ней. Слушай, ну тачка правда. Очень сексуальная. Я предлагаю в самом начале видео добавить новую постоянную рубрику. Называется «Мнение молодых тигриных львов». Давай. Вот у нас тут они стоят, вот в таком количестве. Пацаны, давайте быстренько по очереди. Нравится машина? Да. Красивая. Хорошая машина. Уф-ка, кайф. Классная тачка. Вот так вот мы мешаем людям закладки искать, понимаешь? Короче, автомобиль этот Volkswagen производился с 1974 по 1992 год. Они выпустили два поколения. В 1992 году решили закончить. А в 2008 году решили в качестве дань памяти этой марки, потому что в свое время, когда они ее производили, она принесла большие плоды компании, решили выпустить третье поколение. И с 2008 год по 2015 их шлепали. Сейчас опять не выпускают. Тачка очень редкая. У нас еще более редкая, потому что она на 2 литрах. То есть, если смотреть сейчас объявления, они все 1,6 в основном. У нас здесь 2 литра турбо. 211 сил. Да, шестая сухая DSG, чтобы это не сдачило. Ты че? Че с тобой? Вот. Ну, слушай, как думаешь, сколько стоят эти диски? И являются ли они оригинальными? Я думаю, что диски стоят 100 тысяч рублей. Да, 80. У нас хозяин немножечко сумасшедший психопат, но очень хороший человек. Его зовут Андрей. Проходи, пожалуйста, в кадр. Большое тебе спасибо, что нашел время. Тачка стилевая, тачка классная. Рассказывай, почему выбрал именно ее? Выбор именно на нее пал, соответственно, из-за внешнего вида. Точно так же рассматривал к приобретению Volkswagen Golf GTI шестого поколения на тех же самых двух литрах, 211 лошадей, на той же самой шестой DSG. Так получилось, что интересный вариант у Юлии прямо из-под носа. Как бы это прискорбно не звучало. И в один прекрасный момент просто натыкаюсь на вторую на объявление о продаже этого красавца. Что ты такое? Что он сказал? Про что он сказал что-то? Реклама есть реклама. Так, ладно, давай. Натыкаешься на объявление? Звоню корешу, прошу посмотреть. Автомобиль в Москве. Кореш в Москве. Да. Он приезжает, смотрит, загоняет на СТО. Говорят все косяки, все что есть. Договариваемся с владельцем по поводу скидки. На все ремонты, не ремонты, на все беды. Нас обоих все устраивает. Я перевожу корешу деньги. Он забирает автомобиль, составляет НДКС. Сколько денег? Денег на тот момент 850, если не ошибаюсь. Плюс 40 тысяч. Это транспортная компания с Москвы до Красноярска. Дальше больше. В районе 70 тысяч ушло на пьянку. Это понятно. Пьянка в том числе. Мы здесь поменяли сразу мехатроник пятнашка. И у них в первом поколении была проблема. У них умирал блок АБС. Блок АБС тоже пятнашка денег. Рубрика. Мнение молодых тигриных львух. Львух. Так, давай. Девчонки. Нравится машина или нет? Красивая? Да. Если мальчишка к вам на такой подъедет, ну, мальчишка будет уже в бонусе? Будет. Будет. Ну, тогда не отходите, мы сейчас поедем. Пацаны, 13% девчонок. Мы у нас на канале продолжаем разбираться в автомобилестроении. Да так сильно круто, что жена Артема три недели ездила на одном литре масла. Но для него, видимо, само по себе слово щуп, это немного сложнее, чем отличить незамерзайку от антифриза и не заливать воду в бочок гура. Но не все такие, как Артем. Мы точно знаем, что среди вас есть те, кто разбирается в тачках и обладает навыками и ищет работу в автосервисе. Сегодня партнер видео – это автосервис Фитсервис, который прямо сейчас ждет молодых тигринных львов на своих рабочих местах. Фитсервис – это гарантия постоянного наличия, во-первых, клиентов, во-вторых, своевременной заработной платы и, в-третьих, отпускных по среднегодовому доходу, а не по минималке. А если вдруг приболел, то будет больничный. Работа в Фитсервис – это возможность пользоваться всеми установками по замене всех жидкостей и не только. В Фитсервис вам будут доступны динаметрические ключи и ключи Стилсона, стенд развал схождения, сканфит и гидравлический пресс. И еще многое другое, что Артем может прочитать только с бумажки и даже не представляет, как это выглядит. Вообще-то, братан, в Фитсервис есть огромный набор инструментов. Например, диагностическое оборудование. Для диагностики чего? Ну, для диагностики ДВС. А это что? Двигатели внутреннего сгорания. Также Фитсервис – это комфортные условия для труда и отдыха. Кайфовая температура, все удобства в веденной зоне, горячий душ, а также изготовление и стирка спецодежды за счет работодателя. Также вы можете пройти обучение абсолютно бесплатно. И дальше все будет зависеть от вас. Пробуй себя в Фитсервис и начинай путь от механика до открытия своего собственного СТО. Блин, братан, ну это заманчиво. Подробнее по ссылке в описании. Миллион рублей получается. Лям. Лям. Слушай, ну звучит серьезно, но, как по мне, за такую красоту в целом можно подумать посмотреть. Я сегодня посмотрел объявление на дроме. На православном. Да. Ну, короче, самые дорогие с минимальным пробегом двушки и за полтора уже стоят. Но начинаются там что-то 1600-1700 самые уже усосанные. Но здесь 200 тысяч пробег, представляешь? Представляю. Вообще. Я к чему, Артем? К тому, что как эффектно выглядеть. И при этом быть очень стильным, да? И при этом еще быть очень умным, разумным человеком. Это будет вообще непросто. Что это такое-то, блядь? Андрей. Ну все, это все, как я могу залезть, блядь. Что ты смотришь на меня? Так я сам, блядь, как сижу. Тебе отрубило? О, нифига. Блядь. Да. Для меня это была бы машина на повседнев. Знаешь почему? Потому что я бы только один раз в нее смог с укусить. До самого вечера. А что-то никакой вообще идей, как снимать топ-то. Так, опускаем. Двей, ну давай. Ну настройся, дай времен. Давай до него. Тебе есть место? Да, верно? Есть место. Ты тоже? У тебя надо это... Вниз? Меня вообще это не спустит. Оно сильно вниз опускается. Прям много. А у него нет электрока у тебя. А я и опуститься не могу получиться? А вчера эта идея оказалась охуенной, да? Под тем она оказалась охуенной. А сегодня она что-то уже сомнительная какая-то. Так, а год у нас-то какой по итогу? Девятый. 2009. Уже так много лет машине, представляешь? Да. Андрей, смотри какая ситуация. Я, если что, вкинусь на запчасти. Ну давай. Ой, выхлоп у нас какой приятный. Круто тут. Турэговские флэшбэки на меня нападают. Сервис сейчас же. Нормальный фольк. Нормальный фольк. Типичный, да. Сервис сейчас же, без промедлений. Так, ну 200 сил это дело серьезное. Интересно тут все как-то... 211 даже. Необычно. Не, у него 200. У него 200? У него 200 мотор первой генерации. А-а-а. А потом уже когда... Мотор в 10-м году пошел второй генерации. Ну вот оно, ничего. Лампочка не работает. Вторая лампочка не работает. И он уже 211 сел, да? Он уже 211 сел. Очень странно. Это вот, знаешь, не та машина, в которую сел и поехал. Это та машина, в которую сел. Подумался. Осознал, да, все. Я правильно понял, что Виталия поехал просто за Олегом, да? Да, наверное. Как-то все, блядь, давит на меня. Подвеска на Белештайнах, если не ошибаюсь. Б-6, который под спорт. Плюс... Так, давай сразу наберегут. Не въебывайся, пожалуйста. Плюс что? Плюс пружины, минус 30 эйбах. На сколько килограмм уже не помню. Кажется, там просто ничего нет. Да, как будто на палках на каких-то. Слушай, ну вот к этому я пока не привык еще в Енисейске. К тому, что надо постоянно вслепую выезжать. Меня это пугает. А ты не местный? Почему местный? Местный? А ты, наверное, один на такой машине, да? На весь город. Да. Я бы тебе сказал, на весь район. Возможно, даже до самого Красноярска. Да, потому что машина редкая вообще. А нам, чтобы поехать туда, надо куда поехать? Налево. Тебе, Андрей, сколько лет? 26. Ну, это вот, братан, типичный пример, когда у молодого человека мечта сбылась. Потому что это вот для 26-летнего, это просто, ну, это очень высокий уровень. Это и по-пацански, это и понтово, это и красиво, это и стильно, это и молодежно, это и едет. Ну, то есть, единственное, что, вот, и опять же, для молодого, который еще ничем не болеет, как мы с тобой, чтобы вот на этой подвеске ездить и не умирать. Ну, да, да, здесь потроха просто выпрыгнут, мне кажется, сразу. Так, интересно, тут все вообще интересно. Ой, на спидометре обожают Volkswagen рисовать цифры, очень странные. Да, да, да. Какие, блядь, 208? Ну, вот, 80, о чем вообще речь идет? Чувствую, я помолодел, знаешь, на очень много лет сразу. И как ты часто психуешь в этом городе из-за того, что все они умеют ездить быстро? Я тебе скажу, пока я в драйве на коробке, я не особо психую. Ну, когда включаешь спорт? А когда спорт, тогда можно попсиховать. Потому что в драйве он, в принципе, не особо такой. Чувствуется, что там есть кто-то, кто может быстро разогнать ее. Не мерился сколько едет? Нет, не мерился. Что ты? Да ничего, сижу, ржу, что я толстый. Ого! Слушай, очень напоминает, как что-то тойотовское. Да, да, как будто мы на каком-то чайзере едем, знаешь? Да, 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 и по звуку, и по разгону, по манере разгона. Какая сбитая штучка. Мне нравится. Ну, посторонние звуки присутствуют. Машина не молодая, тем более это Volkswagen. У него как бы на материалы денег жалели всегда, насколько я помню. Классно. Вот сейчас даже я чувствую, что она прям, да, в порядке. Ух ты, ух ты, это ты проченый. Ну, как она рулится. Ну, она прям сразу вообще... Дездрайв Давидовича будем делать? На ледяной корке? Да. Что-то заносит, блядь. Какой бен сливаешь? 98-й. Нам хватит туда обратно? Да, хватит. А дорога вся вот такая будет, да? А дорога вся вот такая будет. Не погонять, короче. Ты если узнаешь какой-то участок дороги, который ты в курсе, на котором можно разогнаться? Я тебе скажу обязательно. Ну, лучше говори, когда притормозить можно будет. Слушай, просто я настолько сцикливо еду, что нас даже Нива пристреливает сзади. Ух ты. Ну, блин. Вот это очень напоминает подвески запеленную приору. С тобой, блядь, вечером в трофпункте будем сидеть, блядь. Да, да, да. Выскочит же позвонок в шее. Ну, а дело привычки, да, Артем? Мы же не осуждаем. Мы все понимаем прекрасно, как это работает. Не, главное на ремонт крыши не скидываться. Все остальное. Сюда выпуклости будут просто стоять. А до этого у тебя что было? Каен? Каен. Ну, то есть, а какой? 955-й на volkswagen-овском моторе 3.2. Ну, то есть, ты по вагу, да, такой? Я вообще по всему. С первой машины мы начали. Это был Hyundai Tiburon первого поколения. О, тоже редкая? Да. Он сейчас в Лиссибирске катается, периодически его вижу. Такой симпатичный бэтмобиль тоже, купешка. После этого немного покатался на финике FX35. Покупали матери. Я думал, у нее его отжать. Но что-то пошло не так. Она сказала, мне нужно что-то тоже такое же большое, красивое. В один прекрасный момент она нашла Каен. Я, говорит, хочу его. Ну, после того, как мы его взяли, я прокатился на нем первые 100 километров. Я понял, она его не получит. Нормально. Ну, и что, ты доволен? Сколько ты уже ездишь на нем? В августе будет год. И как? Так, я доволен. Что-то за год у тебя отлетало, ломалось после вот... Нет, ничего не отлетало, ничего не ломалось. Единственное, что сейчас нужно вкинуться неплохо на замену цепей. Мне нравится, но это... Я просто еду и боюсь, понимаешь? Хотелось бы понаваливать, а я просто подсыкиваю, что мы сейчас куда-нибудь засандалимся. Все у нас вот эти бельштайны, блядь, выскочат прямо... Вообще вполне возможно, потому что... Спасибо, что поддержал, блядь! Потому что он летом прокручивает на второй даже в пол. Классно звучит. Прикольная штука. Как у тебя девушка реагирует? Нормально реагирует. Вводит? Пару раз на нем каталась. И ты только позже на его не получишь, да, у тебя такое? Да, нет. Я, в принципе, доверяю. Как в Даг Демура. Тут столько фишечек и особенностей, знаешь? Первая особенность, которая мне бросилась в глаза на панели возле рычага. Что там все в заглушках? Что там все в заглушках, да. Ну, да. А что тут до максимального жира не хватает? А это вполне вероятно, что это какая-то унифицированная панель, которая оставилась на тачке с более жирными комплектациями. Возможно, здесь даже... Это вообще самая жирная или нет? Нет, это не самая жирная. У них самая жирная версия это ГТС, когда салон, торпеда, они идут частично на Алькантаре. А, понял, видел такую историю. Я это подкайфовываю потихоньку. Куда там, здесь? Прямо едем. А, вон озеро Монастырское. Дебил, блядь. Вообще, очень тяжело жить, кстати, Артем. Да, у них есть такая болячка, что те, кто их берут, они берут их исключительно, допустим, под тюнинг. На 1.4 машину найти, в принципе, не проблема. И большинство ее делают там в стенс, грубо говоря. Нет, конечно, с таким видом это бомба лейла, в общем. А для совсем отбитых, они берут совсем труп. Покупают туда двигатель от RS3, 2,5 литров, 5 цилиндров. И от нее же коробку DQ500 на полном приводе. И тогда эта ракета едет 4 секунды до 100. Охренеть. А ты какое-то сообщество у тебя есть где-то состоишь? Или как ты? Один выживаешь вообще с такой машиной по сути. У нас вообще, в принципе, выживаю один. Единственный, кто мне помогает с ней, это у нас венесейский... Ох, я видел, да? Да. А вот то, что вот это долбасит, это нормально. То есть я не чувствую себя уничтожителем машины. Каждый стык ты все чувствуешь на ней. Слушай, ни хрена она как подрывает. Это мы просто в драйве еще едем. Это мы в драйве едем. Он в драйве привык ехать как пенсионер просто. Вот и все. Ну, включай спорный тогда. Куда, блядь? Там сейчас повороты, не повороты. Там некуда включать его. Часто по трассе ездишь? Да, каждый день. Серьезно? Да. Не надоело бубубу? Нет. Ну ты еще рад. Поначалу напрягало. Поначалу прям реально напрягало. Но если на нем в тапку никуда не давать, тысяч до трех, он ведет тебя вполне абсолютно спокойно. Артем, давай возьмем, пожалуйста, за правило, если мы выезжаем за пределы нашего города куда-то в менее населенные пункты, то будем подписывать. Желательно паркетник. Желательно пикап, блядь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Блядь, Дэн. Мне теперь не только неудобно, еще и сильно страшно. WRC началось. Ебать, ебать. А трет, да, у нас? На трем, да. Арку. Слава Богу. Слава Богу. Ну, нормально. В целом, возможности мы поняли. Спасибо. На самом деле, такие нагрузки он еще не испытывал в плане грузоперевозок. Слушай, а так-то не сильно и фатально здесь сзади. Ну, по росту, конечно, я мимо. А вот по росту там 100 будов мимо, но по посадке длиненок и всего остального как бы адекватно. Да, терпимо прямо вообще. Давно мы так не были близки, братан, с тобой. Вот видите. Сидим, трогаем друг друга теперь. Вам шторочку, не шторочку потрогаетесь дальше? А что-то болячки, не болячки, ты читал про них? Да, читал болячки цепи, которые быстро приходят, но, в принципе, если выловить цепи и натяжитель новой генерации, то цепи ходят 150 спокойно. Также страдают детоном, не детоном, но детон, в принципе, можно решить, поставив нормальные свечки и катушки от Р-ки, Р-8. Короче, кастомизация по всем параметрам. По всем параметрам кастомизация, нормальные ригевые свечки сюда, НДК-7 залетели, эти же катушки от Р-8 залетели. Братан, у меня езда на Volkswagen Sirocco напомнила одну детскую историю. Мы с пацанами решили поиграть в перетягивание каната в деревне и не нашли ничего лучше, как шланг использовать за местный канат. И вот двое тянуло с одной стороны, я с другой стороны. И когда у них, кстати, ручки слабые, они шланг отпустили. В силу того, что он растянутый по некоторым законам физики, он начал очень огромную скорость, очень с огромной скоростью, начал двигаться мне в пах. И попал туда. Я упал и в этот момент испытывал как душевную, так и физическую боль. И думал, что я больше с этим никогда не столкнулся, но я проехал сзади на Volkswagen Sirocco. Это было примерно то же самое. Да, мы проехали по не самой приятной дороге. По обычной, Артем. Ну да, да. И на этом автомобиле, конечно, вот эти вот стойки очень-очень дают о себе знать, особенно если сидеть сзади. Я скажу коротко и замолчу. Динамика есть. Стиль есть. Внешка красивая есть. Больше ничего нет. Жутко, страшно. И я еще очень веселился, знаешь, от чего? Что, казалось бы, может нам дать Volkswagen Sirocco, да? Угу. Черное все. Все черное. И почему-то красные ремни. Но это гоночные типа. Я сначала подумал, к чему бы это, Артем? А знаешь, что еще красное здесь? Давление масла когда загорается. Вот к чему они это все. Это же фольксовская вся история. Я, знаешь, ее как вспомнил? Прямо сразу с первой секунды, как только сел, сразу пау, пау, пау. Пау, пау. В этой машине не странно, что ошибки загорятся. Странно, когда они не горят. И вот тогда начинается палево у тебя. Думаешь, что такое? А что такое? Поэтому да. Такая вот песня. Что у нас тут по посадкам? Ну, это они с боковой поддержкой, естественно. Естественно. Но, Артем, для меня минусы очевидные. Для меня не совсем. Это. Отдышка уже. Что, он черный на черным, под черным. Но уже чувствуется, что староватое, согласись. Все равно стильно смотрится. И интерьер на тоже стильно смотрится. Мне вообще визуально, у меня вообще ни одного вопроса. Да, да, визуально очень классно. Пойдем, я тебе покажу, как багажник смешно открывается. Вот казалось бы, откуда, да? А смотри, какой он. Самый милый, по-моему, который я еще видел. А, ну у нас здесь пацанскость вообще 10 из 10, да? В багажнике у нас сабик. Ну, все понятно. Естественно. А не знаешь, это, очень хитрые жуки в 2008 году проникли на завод Автоваза, спиздили весь пластик с Гранта и поставили его сюда. Они хитрожопые, еще тебе я тебе хочу сказать. Но тут можно даже чемодан какой-то перевезти. Вон катушки зажигания, вижу, лежат. Не, ну, у тебя, видишь, это же автомобиль двухместный, поэтому у тебя багажник начинается на задних сиденьях уже, по факту. Да, 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 да. Ой, а он коричневый? Он коричневый, спереди губа коричневый и решетка радиатора. Понятно. А тут должен быть дворник, очевидно. Да. Заглушку дворника видел когда-нибудь? Да, бывает. Короче, если очень бегло, да, вот так, сел, прокатился, вышел, посмотрел, посмеялся, отдал корешу, нормально. При детальном разборе, Артем, конечно, ну, откровенно говоря, не будем кривить душой в этом светлом месте, хуйня полная. Чпокопригодность следует объяснять? Нет, нет. Да ты просто старый дед-пердед. Слушай, да, ну мне всего 30, понимаешь? Хотя, ты вспомни себя, ты сколько на Левине проездил? Левин по сравнению с этим вообще пиздецкого лымага был. Что у нас тут, что из приколдесов есть? Ой, прикол, смотри, тут какая штука есть, такое вообще не видел. Внизу, вот это, по ней ремень ездит, видишь? Забавная. Можем вверх-вниз, крутилка, как на Волге. Не, а знаешь, мы не хотим обидеть ни владельца, ни тигриных львов, ни львов, кто двигается на таких машинах, но обратно я поеду на Камре, блядь. Просто, знаешь, мне очень жалко, я, ну, ты, наверное, привык просто к этому всему, а мне очень жалко, поэтому я быстренько из руля выскочил, потому что у меня сердце кровью обливается. Субтитры подогнал «Симон» Андрей тот человек, который, как мы всегда говорим, выбрал себе тачку по душе. Мы тебя поздравляем, желаем тебе получать удовольствие максимально, сколько захочешь, а потом прийти к следующей тачке по душе, которая будет еще круче, еще больше будет тебя радовать. Я боюсь, что он тебе... Есть какой-то у тебя план? Позвоню. Какой-то есть? Что тебе следующее нравится? План есть. План есть, плана много, будем под ним думать. Понимаю. Слушай, ну, поздравляем тебя. Пацаны, 13% девчонок, слите за маслом, выбирайте себе тачки по душе. Вообще никого не слушайте, даже нас не надо слушать, Артем. Да. Не надо слушать. И мы обязательно увидимся на ссылке, Артем, мы куда даем? В Телеграм, в Одноклассники, в ВК, в Яндекс.Дзен, Аську Андрей вот скачал, папочка в Стронг.ДЦ будет называться МИП. Форум. Форум, да, расшарим. Не, если серьезно, то будем на всех площадках, в случае чего, но на Ютьюбе до последнего, и может быть, да навсегда на Ютьюбе все же. Я верю, надеюсь. Я свечку поставил. За здоровье Ютьюба. Да, да. Форум. 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 Форум.